Друзья, всем привет! Просим вас поддержать наш канал лайком, подпиской и комментарием. НАТО готово воевать за Литву. Обязательства НАТО перед Литвой железные и наша приверженность 5-й статье «Нападение на одного будет означать нападение на всех нерушимо». В Госдепе США отреагировали на конфликт между Россией и Литвой. Украина получила статус партнера-участника Триморья, объявил президент Польши Андрей Дуда. На саммите стран Триморья в Риге. Страны-участники инициативы «Трех морей» создали новый формат партнерства и предоставили Украине статус партнера-участника. Канада планирует изъять активы РФ и передать их на восстановление Украины, сообщает Роутерс. Министр финансов Христия Фриланд разработала законопроект о бюджете, в котором прописала механизм ареста и изъятия российских активов. Евросоюз рассматривает возможность введения санкций, связанных с российским золотом, сообщает Роутерс. Широкомасштабное вторжение России в Украину было абсолютно иррационально, даже с точки зрения интересов преступников, его начавших. Это в чистом виде отсроченное самоубийство режима. Путинское ОПГ оно было просто не нужно. Ее власти ничего не угрожало. Главари мафии могли спокойно продолжать воровать миллиардами в России. Но 24 февраля одним ударом российская верхушка полностью разрушила свои долгосрочные перспективы, стала врагом номер один для семи ведущих стран мира, сообщает российский социолог Игорь Эйдман. Германия предоставит Украине 30 зенитных самоходных установок «Гепард», системы ПВО «Ирис-Т», РЗСО «Марс» и еще целый ряд вооружения, говорится на сайте правительства ФРГ. В списке также 3 тысячи панцерфаустов, 14 900 противотанковых мин, 100 тысяч ручных гранат, 20 тысяч касок, запчасти КМИГ-29, 10 тысяч артснарядов и 53 тысячи снарядов для зениток. Украинская армия получила на вооружение немецкие артиллерийские установки «Панцерхаустбит-2000», сообщил министр обороны Алексей Резников. Британское правительство намерено и дальше вводить санкции против России, пока она полностью не покинет территорию Украины. Цитирует The Guardian главу МИД Великобритании Ли Страс. «Мы полны решимости предоставить больше оружия, ввести больше санкций и поддержать Украину в оттеснении России с их территории», – подчеркнула она. Словакия передаст Украине 12 истребителей МиГ-29 сразу после того, как Польша и Чехия согласятся защищать ее воздушное пространство, пока страна не получит свои F-16 из США. Пограничный российский вертолет Ми-8 нарушил воздушное пространство Эстонии, которое является членом НАТО. И находился там почти две минуты. Кроме того, российские войска вводят учения вблизи эстонской границы, имитируя ежедневные ракетные удары по стране. Минобороны Эстонии предупреждает об эскалации напряженности между Кремлем и государством НАТО, сообщает Bloomberg. «Уступки Путину по Украине только приведут к катастрофе», – передает The Telegraph. Издание приводит слова представителя Британии, который процитировал заявление Джонсона британскому кабинету министров. «Мы не должны позволять никому полагать, что уступки Путину приведут к чему-либо, кроме катастрофы, поскольку это может быть воспринято как награда за необоснованную агрессию и ободрить не только Россию, но и ее союзников, что укажет влияние на безопасность Великобритании и нашу экономику», – цитирует Бориса Джонсона. Украина на совбезе ООН призвала покончить с русским фашизмом. Об этом заявил представитель Украины в ООН Сергей Кислица. «Если мы позволим Путину и его преемнику на Кремлевском престоле отрастить отрубленные когти, пропитанные кровью украинцев, следующая война неизбежна, и цивилизованный мир заплатит втрое больше, чем платит сегодня», – отметил дипломат. Министерство юстиции США предоставит Украине федерального прокурора для помощи в вопросах коррупции, заявил генеральный прокурор США Мэри Гарланд. В офисе генерального прокурора Украины эту информацию подтверждают. Генеральный прокурор США Мэри Гарланд заявил, что министерство юстиции будет выявлять и привлекать к ответственности любого, кто совершил преступление в Украине. И это будет делать команда Минюста во главе с известным охотником на нацистов Элли Розенбаумом. В состав группы войдут эксперты и следователи, специализирующие на нарушение прав человека и военных преступлениях. Розенбаум, проработавший в министерстве 36 лет, ранее занимал должность директора по реализации стратегии в области прав человека и политики и участвовал в 100 случаях депортации. Также Минюст США направит прокуроров для консультации с украинскими властями, а также в страны Европы и Ближнего Востока. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Просим вас подписаться на канал, также нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok